Привет! В этом видео я бы хотел рассказать вам по поводу заработных плат программистов в различных сфер деятельности. При этом я не буду делать долгое вступление, а сразу перейду к конкретным цифрам. Все цифры были взяты не с потолка, а составлены на основе средних зарплат на рынке. Думаю, многих будет интересовать, сколько же может зарабатывать PHP-разработчик, так как сейчас много слухов, что PHP уже не нужен. Если говорить про рыночный диапазон, то это около 100-140 тысяч рублей. При этом максимальная зарплата может составить 250 тысяч рублей. Дальше приведу список популярных языков и то, сколько программист может заработать, работая с ними. Сперва Python. Здесь суммы варьируются от 80 и до 130 тысяч рублей в месяц. При этом максимум, что вы можете ожидать, это 200 тысяч рублей. Программист JavaScript, фронтенд-разработчик, может получать от 100 и до 150 тысяч рублей в месяц. Программист Ruby от 100 и до 180 тысяч рублей. iOS и Android-разработчик от 100 и до 150 тысяч рублей. И программист, пишущий на C++, тоже от 100 и до 150 тысяч рублей. При этом предел максимальной зарплаты здесь около 250 тысяч рублей. Как видно из основных направлений разработки, заработные платы в зависимости от языка программирования находятся примерно в одном диапазоне. Поэтому смело изучайте то, что действительно вам ближе, и не стремитесь найти самое высокооплачиваемое направление. Программисты со знанием таких языков, как PHP, Python, JavaScript и Ruby, будут еще долгое время актуальны на рынке. Исследования по зарплатам программистов провели сотрудники SuperJob. Оно основано на данных IT-компаний Москвы. В регионах диапазон явно будет меньше, но вся прелесть профессии программиста в том, что вы можете работать на кого угодно из любой точки мира. Если брать работу на зарубежные компании, на аутсорсе, там зарплаты будут еще приятнее. Также при старте работы ваша заработная плата будет ниже, так как диапазон указан для специалистов с опытом работы от одного года. Но год не такой большой срок для того, чтобы получить нужный опыт. По факту, этот год может растянуться на 2-4 года в зависимости от того, как вы решите освоить профессию программиста. Есть несколько вариантов, о которых я расскажу вкратце. Сложнее всего самоучкам. Вы тратите много времени на понимание основ от полугода и до года. Далее устраивайтесь в IT-компанию на младшую должность низким окладом в надежде на то, что вложенные вас инвестиции в виде знаний в первые 4-6 месяцев окупятся в будущем. Через полгода вы станете крепким джуниором, и у вас появится шанс повысить свои зарплатные ожидания. Но тут, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что ваш руководитель напомнит вам, что вы ему обязаны, так как вы пришли к нему без опыта работы. Портфолио с минимальным знанием какого-то языка, и именно он взял на себя ответственность за ваш профессиональный рост. Поэтому вам придется подождать еще полгода до повышения, и спустя еще год вы сможете дорасти до среднерыночного уровня. В итоге получаем, что достойный уровень зарплаты вам придется ждать минимум 3 года, скорее всего 3 или же даже 4 года. Лучше всего устраиваться на работу с крепким бэкграундом и хотя бы минимальным портфолио, тогда ваши ожидания среднерыночного оклада как раз будут в пределах 1 года. Но тут также есть свои сложности, откуда брать крепкий бэкграунд и портфолио. Здесь либо нарабатываем сами в течение пары лет до трудоустройства, что звучит не слишком заманчиво, либо проходим курсы и компенсируем при трудоустройстве затраченные деньги на обучение. Хорошо, что сейчас их стоимость вполне адекватная, и не потребует от вас крупных финансовых вложений. В первом случае ожидание хорошего заработка составит 2-3 года, во втором же всего лишь 1,5 года. И наверное самый правильный путь, это когда вы осознанно пришли к желанию стать программистом еще в школьные годы и поступили на соответствующее направление в университет. За 4 года обучения вы получите очень много теории, приличное количество практики и выйдете с неплохой базой. Минус только один, актуальность знаний, которые вам дают преподаватели. Зачастую это люди пожилого возраста, которые будут постоянно рассказывать про разработку первых советских компьютеров, и про Паскаль. В итоге все ваше обучение может испортиться тем фактом, что в реальности ваш багаж знаний не понадобится работодателям. Понятное дело, что каждый выбирает свой путь развития в программировании, и каждый из них похвален. Для кого-то важно потратить лишние пару лет, но самому разобраться во всех тонкостях. Кто-то предпочитает академическое развитие, кто-то полагает, и я лично с ним соглашусь, что время это самый драгоценный ресурс, и надо как можно скорее получить правильную базу в кратчайшие сроки, и с головой уйти в практику. Поэтому история с выбором обучающих курсов кажется наиболее привлекательной. Сейчас много открытых ресурсов, школ, университетов, где можно получить все необходимые знания и навыки. Из последних, про которые я рассказывал, это Нитология и Гикбрэнс. От Нитологии у меня остался промокод на все онлайн профессии, которые они предоставили во время обзора их площадки. Вы сможете найти этот промокод в описании к этому видео. Сопровождение студентов, практика и помощь в трудоустройстве – это далеко не последние плюсы в работе с ними. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании к этому видео.